Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги», как всегда в студии, вместе со мной, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Мы начинаем главу, продолжаем главу, которая называется «Цаву Казани», а глава начинается так. «И говорил Бог, обращаясь к Моше, «Передай Аарону и его сыновьям следующее повеление. Вот закон о жертве всесожжения. Жертва всесожжения должна находиться на огне жертвенников всю ночь до утра. Огонь на жертвеннике должен гореть постоянно». Да. Так начинается глава. Ну, мы уже, в принципе, можем понять в таком некаблистическом чистом варианте, на каких это уровнях, каких мирах, какие желания, каким образом они изменяются. А в таком, ну, публицистическом, что ли, стиле, если мы можем это описать, очень просто. Жертвенник – это то место, где человек исправляет свои желания, потому что жертвенник – это курбан, это жертва. От слова «коров» – приближение к Творцу. Во всех у нас существует изначально эгоизм. Эгоизм – это то, что проявляется в человеке ненависть к другим, когда он желает соединиться с другими, а не просто эгоизм бытовой, который существует в каждом из нас. Это не считается тем эгоизмом, тем злым началом, которое существует в человеке. То есть только тогда, когда мы начинаем устремляться друг к другу, взближаться друг к другу, для того, чтобы уподобиться Творцу, только тогда проявляется между нами взаимное отторжение, которое называется эгоизмом, злым началом. Это имеется в виду в Торе, и именно вся работа, она должна быть именно над этим. То есть над проявлением взаимного отторжения, возникающего при взаимном устремлении к объединению, к равенству, к соединению, к общему чему-то. Жертвенником называются те чувства и те желания человека, которые он уже может перебросить с ненависти на связь и любовь. Поэтому происходит это действие, когда человек изменяет свои чувства и свои желания с ненависти на любовь, ночью. Это тьма, когда он не видит ничего, никакой выгоды, потому что если он будет видеть выгоду между собой, то его действие не будет альтруистическим, не будет направлено на связь с другими. Оно будет ради личной выгоды. Далее, в течение всей ночи, то есть до тех пор, пока не наступает утро, а ушко, что значит наступает утро? Нет времени. До тех пор, пока ты не исправил свои желания, ты в них света не ощущаешь. Красиво. Тогда ты в них ощущаешь ночь. Когда они исправляются постепенно-постепенно, тогда ты в них постепенно начинаешь ощущать свет, восхождение нового дня. Так вот, огонь должен сжигать все неправильные намерения эгоистические и должен гореть, пока не наступает утро. Пока ты не сделаешь из своих этих эгоистических желаний альтруистические, не начнешь в них по закону подобия ощущать высший свет, который называется утром. И дальше говорится, огонь на жертвеннике должен гореть постоянно. Постоянно, да. То есть работа эта, она не прекращается. Никогда. И всегда ты будешь ощущать состояние вообще самое нормальное, самое правильное. Когда ты постоянно ощущаешь и ночь, и день одновременно. Вот тебе ночь, и вот тебе день. Это возможно одновременно? Да. И ты доходишь до состояния, когда ты получаешь только день. Ну, как бы в будущем говорится о том, что ночи не будет. То есть сожжено все. Да. Все сожжены, все эгоистические намерения, остались желания человека с альтруистическими намерениями. То есть такие, которые могут использоваться даже куаним. То есть самые лучшие действия на благо других. То есть, как вы сейчас сказали, вот этот мостик, то есть все переброшено от ненависти в любовь. Да. Все, и наступает день. Да. Но желания, они остаются. Только намерения меняются. С ради себя на ради других. Отлично. А вот написано, все-таки русский язык что-то отражает. Жертва все сожжения написано. Ну да. То есть это означает... То есть полностью. Абсолютно полностью. Но там мы не будем входить в это, потому что это очень сложные... Если уж ты хочешь это учить, тогда тебе надо идти в Талмуд. Открывать эти толстенные книги и начинать там изучать, каким образом приносятся жертвы, в каких условиях, с помощью простого плебса, или с помощью левим, или с помощью куаним. И в какое время дня или ночи, какие части тела, животные, человеческие, нельзя приносить. Потому что человек – это уже душа, человек – это уже исправленное животное желание, называется человеком. Вот. Но животные желания, как-то надо, как их приносить, какие... Как их забивать, как разделывать желания, то есть тушу. Как... Это интересно. Передняя часть и задняя часть животного тела. Гальгальтайна и махаб. Затем посыпать солью, там, вымачивать. Да. Делать вот все эти законы кошерности. И так далее. То есть, это очень интересное описание, которое, в общем, они описали в повествователь, да. В таком языке, что мы думаем, что действительно говорится там про какого-то барашка. А на самом деле, описывается все только про исправление человека. Или барашек, или коровы, или котов. А есть такие животные в тебе, или рыбы, там, допустим, отнесающиеся к животному уровню существования, которые ты не имеешь права, не можешь принести в жертву. Потому что это такие эгоистические свойства, на которые у тебя сил нет исправиться. Так что, не кошерные животные, там, рыба без чешуи, без плавников, там, не отрыгивающая пищу, без раздвоенных копыт и так далее. Это такие типы животных и рыб, которые олицетворяют в тебе самые сильные эгоистические желания, которые пока еще исправить невозможно. Ну, самые коварные во мне свинья, как я понимаю, да? Есть какой-то пример, что она показывает разделение. Самая коварная – это змей. Змей. Все-таки. Что свинушка? Она вроде бы такая, что в ней есть особенного. Да. Вот. Это, то есть, не злобная, не вредная, не коварная. Коварство – это змей. Змей. Двинемся дальше. «И наденет коэн рубаху из льна и льняные штаны, наденет на тело свое, и снимет жертвенника залу, оставшуюся от сгоревшей жертвы всесожжения, и положит возле жертвенника. И снимет он эти одежды, и облачится в одежды другие, и вынесет залу в чистое место вне стана». Да. Зале придается какое-то очень… Это потому, что сожженная действительно часть нашего желания, которое мы не в состоянии никак исправить, четвертая часть – это пхинодалит. И поэтому она выносится вне стана. Ей пользоваться никак нельзя. Ни одним… Стан – это четыре уровня человека, которые внутри каждого из нас. Четыре уровня нашего эгоизма. Это всегда включаются старики, женщины, дети, мужчины, левимку они. То есть все это делится на четыре уровня. И никто из них не имеет права употреблять самый тяжелый эгоизм, его исправить невозможно. Причем в таком виде он уже исправлен. То есть он остается в природе, но выносится за рамки использования. То есть то, что осталось от сожжения. Да. И поэтому удаляется. Это подобно тому, как в обрезании, когда выбрасывается эта крайняя плоть в песок, и затем она выбрасывается. То есть те части, которые мы не можем использовать, это все олитотворение тех самых больших уровней эгоистических, которые мы использовать не можем сегодня еще. У нас нет на это экрана. противодействующих сил. Понятно. Вот что написано, кстати, в большом комментарии. Я туда загляну. Мне было интересно. Это зола, вокруг которой столько накручено. Каждое утро... Он для этого должен переодеваться, он для этого должен готовиться. Вот тут написано, На каждое утро коины тянули жребий. Кому из них выполнять ежедневный ритуал взятия жертвенника горсти пепла? Это была первая утренняя заповедь. Ее совершали сразу после того, как глашатый храм объявлял, вставайте для служения, коины, левиты и люди общины. Коин, вытянувший жребий, окунался в микву, облекался в особой одежде, затем поливал руки и ноги водой из сосуда для омовения, держа в руках плоскую серебряную чашу, он поднимался на жертвенник, брал с него горсть пепла и клал в чашу. Затем его надо было отнести чашу к восточной стороне пандуса и там сбросить пепел на землю, специально отведенное для этого места. «Как только эта заповедь была выполнена, все коины, служившие в тот день, омыв свои руки и ноги водой из сосуда, спешили к жертвеннику, чтобы очистить его от оставшегося пепла. Они складывали пепел в центре жертвенника, и эта куча пепла служила его украшением, так как свидетельство об обилии жертвоприношений». То есть тут целое служение идет вокруг этого дела. То есть это олицетворяет, как вы сказали, именно то, что нельзя исправить. Это выносится за стан. Ну, в то же время написано, что эта куча пепла служила еще для украшения в центре жертвенника. Какая почетная работа трубочиста. Да, да, вот именно. Поедем дальше. «А огонь жертвенника должен постоянно гореть, говорится снова, и не гаснуть. И коину следует каждое утро подкладывать в него дрова и возлагать на него жертву всесожжения». Каждое утро. «В действительности не было нужды, говорится в большом комментарии, в действительности не было нужды в дровах для поддержания огня, ибо на жертвеннике все время пребывал небесный огонь. Небесный огонь, пребывавший на внешнем жертвеннике, отличался пятью особенностями. Первое. В первом храме его очертания напоминали льва, во втором храме – собаку. Второе. Яркостью своей небесный огонь был подобен солнцу. Третье. Его пламя было прочным, в отличие от пламени обычного костра, поэтому вода не могла его потушить. Хотя медный жертвенник был расположен во дворе, под открытым небом, дождь никогда не заливал его. Четвертое. В нем сгорали не только сухие вещества, но и жидкости. И пятое. Он не давал дыма». То есть, если бы мы говорили о чудесах… То есть, это какой-то огонь, непонятный огонь. Если бы мы говорили о чудесах, семи чудесах или сколько там, то это просто чудо. Ну да, это такой огонь, который действительно горит сам по себе, и на него ничего не действует. Вот что такое означает, что очертания его напоминали льва? Нет необходимости в топливе для него. Да. Вот что значит очертания льва в первом храме? Или очертания собаки. Или очертания собаки. Это смотря что горит. Или это горит полностью, все десять сферот наши очищаются. То это льва. Это как в первом храме было, да? Да, да. А во втором храме это только лишь маленькие гальтайнаем. Только маленькие, только третьи верхние сферы. Яркостью своей был подобен солнцу. Ну, собака и лев – это дело в том, что если ты не используешь ахаб, то у тебя этот ахаб стоит снаружи. И это уже называется кальбин-де-хацифин, то есть злые собаки, которые лают, которые не дают тебе правильно работать, но одновременно с этим они тебя возбуждают к тому, чтобы ты что-то делал, начинал и так далее. То есть здесь есть очень много… Ничего нет отрицательного, бесположительного. То есть то, что во втором храме уже нельзя было использовать все желания для очищения, а только самую легкую их часть, это все-таки возбуждало людей, должно было возбудить людей на то, чтобы они как бы устремлялись к уровню первого храма. К льву, да? Но поскольку существует общая тенденция, общий план развития, когда все равно должны были эти два храма пройти разрушения, то, конечно, ничего у них не получилось правильно, не должно было получиться. Ну и в итоге мы сегодня стоим у начала третьего храма. И что это третий храм вообще? Третий храм – это все человечество. Все человечество. Это когда все человечество между собой должно будет вознести на жертвенник весь свой эгоизм, и когда он начнет гореть, и мы в итоге объединимся все вместе под той, вокруг той скинии Завета, что называется, найдем ее, как бы отыщем. То, что там Индиана Джонс там где-то пытался все отыскать. Так вот. Для всего человечества найдем. Для всего человечества. Это именно соединение всего человечества. Есть в этом храме Коины и Левиты в третьем? Да, обязательно. Есть все-таки, да? Да, все то, что там происходило и будет происходить. То есть, это такое соединение человечества, в котором существуют круги. Самый центральный круг, Коины, затем внешний Левит, и затем уже дальше 70 народов мира, народ Израиля, и затем все народы мира. Но это все не по происхождению, потому что мы прошли полное разбиение и смешивание, а по устремлению к центру. То есть, у того, у кого самое сильное устремление к объединению, тот и называется Коином. А у кого меньше, там, следующий уровень – это Леви. И все будут с этим согласны, как бы? Да. Не будет такого, что вот они там... Нет, так все совсем под другим ключом это все делается. Он с общего согласия идет, третий храм такой. Абсолютно. Вот я хотел бы еще. Яркостью свой небесный огонь был подобен солнцу. Когда говорится «подобный солнцу», о чем говорится? Уф. Ну, обычно вы говорите... Я не знаю, у меня это сразу же возникает свой ответ. Зарампин, да. Да, это два светила. Ночное, дневное, солнце и луна. Как они становятся одинаковыми и так далее. Но луна-то светит, потому что она получает свет от солнца, но Земля ее заслоняет. Вот когда Земля полностью будет заслонять луну с одной стороны, а с другой стороны, исправившись, она не будет представлять собой никакого экрана, затемняющего луну. Вот тогда луна будет светить, как и солнце. Вот к этому состоянию мы должны дойти. Два огромных светила. То есть Малхут, наш эгоизм, бывший, исправившись на действии отдачи и любви к другим, он будет светить, как творец. И тогда вот эти два светила будут светить один на другого. Не каждый себе, а другому. Ну вот. Вот дальше еще. Его пламя было прочным, в отличие от пламени обычного костра, поэтому вода не могла его потушить. Хотя медный жертвенник был расположен во дворе под открытым небом, дождь никогда не заливал его. Дело в том, что это самое сильное действие исправления, сжигание нашего эгоистического начала на огне. Это самое сильное, самое такое действенное. Потому что есть различные исправления. Есть просто четыре вида казней. Затем освеживание туши, соление, употребление в себя внутрь, правильное уже после каширования. Затем три года орла, так называемые, это для плодоносных деревьев. Семь лет пашни и так далее. То есть существует очень много различных уровней эгоизма, и каждый из них требует своего вида исправления. Но самый тяжелый эгоизм, которому требуется самое сильное исправление, это то, которое мы исправляем на огне. И поэтому здесь... Как бы говорится, вода не могла потушить. Да, тут это ничего не может сделать. То есть если ты работаешь на самосожжении, на таком уровне жертвуя своим эгоизмом, ради будущего исправленного состояния, то никакие другие помехи тебе не мешают. Показывается просто, насколько эта ступень выше всех других. Потому что вода сама собой представляет тоже очищение. Но ее очищение намного меньше, чем сожжение. Вот дальше написано так. То есть вода очищает только до уровня хафетсхэсэд, гальгальтайнаем, уровня отдачи. А это уже и получение исправляет на получение ради других. Вот здесь дальше написано так. В нем сгорали не только сухие вещества, но и жидкости. Вот это сгорание жидкости. Не только жидкости, но даже противоположные. Жидкости противоположные по своему состоянию, горению. Допустим, кислоты. Это же не масла. Они не могут гореть по своей природе. Они, если надо, то горят, если не надо, то не горят. Но не мешают и не гасят. То есть они не гасят. Не гасят. Здесь главное, что не гасят. А вообще описываются и другие случаи, когда хометс, то есть кислота, она горит. Вот здесь дальше не очень понятна для меня фраза «он не давал дыма». Мы с вами говорили, что дым – это, в принципе, как возвращающий свет, отраженный свет. Вот что значит, вот интересно, «он не давал дыма». Вознесение дыма – это вознесение чайней. Чайней. Человека к Творцу. Вот извините, я сейчас добавлю. Ашан. Добавлю еще. Это очень, может быть, нам написано в скобках. Дым от огня, зажигавшегося коинами, поднимался к небу вертикальным столбом, и никакой ветер не мог поколебать его. Ашан – это называется «олам шана нефеш». Ашан. Ага. Когда человек соединяет в себе абсолютно все действия и производит абсолютно полное такое действие исправления над своим самым грубым, самым низким желанием, которое включают в себя, естественно, все, которые над ним. дым, тогда поднимается от этих действий дым. Ашан. В этом он соединяет себя. Олам – мир. Шана – это «в год». И нефеш – это душа человека. Когда происходит такое действие, тогда оно является самым полным, самым цельным. И обычно по дыму, это даже существуют такие народные всякие гадания, гадают, вот какой дым там и так далее, есть такое что-то. Так вот, здесь описано, что дым поднимался прямо к небу тонкой стройкой, на него не действовал ни ветер, ни дождь. Что здесь проверяется этим? Что действительно все свои самые внутренние, самые потаенные, самые эгоистические, самые коварные такие желания, которые я где-то как-то, может быть, подсознательно скрываю и не исправляю, и их я выдаю на исправление. Это я проверяю по результату от их сжигания по этому дыму. То есть, если он поднимается к вертикалу? Если прямо, то это сделано от всего сердца. Если нет, или на него действуют все-таки какие-то внешние, ну, какие-то воздействия, тогда, значит, ты где-то там, батенька, еще не откровенен. В выяснении своих эгоистических внутренних каких-то задумок. То есть, если дым поднимается вертикально, это значит, намерения мои были на отдачу. Да. И я сжег все честно. Да. Если я еще могу, если у меня еще осталась червоточинка всякая, то дым начнет подвергаться. Это уже будет. На него начнут действовать именно в той мере, в которой не полностью произошло исправление, они начнут на него сразу же действовать. Да вообще. Ну, это все такие внешние описания, когда мы все-таки представляем себе какой-то костер, какой-то дым, на каком-то там подносе горит. Конечно, представляем себе какой-то смрад, потому что это куски мяса горят. Это не барбекю какое-то, что дает тебе, может быть, какое-то... Это сгорает, пепел от него, соскребаешь уголь этот, который на нем. То есть, у нас такие создаются картины, не очень приятные и аппетитные. Я не думаю, что у наших зрителей уже после серии передач наши такие картины. Но все-таки описания все равно, они остаются очень-очень такими... Животные. Да. Материальные. То есть, надо действительно быть внутри этого повествования, сразу же переводить правильно с описания земного на внутреннее, на чувственное. Тогда только можно включиться и начинать сопереживать с тем, что происходит, ощущая себя одновременно и объектом, который производит эти действия, и объектом, над которым производятся эти действия. Это вот очень интересное предложение. Вот тогда ты начинаешь понимать, что вся тура в тебе, и ты ее выполняешь, и выполняешь для того, чтобы соединиться так с ее действием, с тем, что в ней написано, что ты себя переформатируешь с ее помощью. То есть, объект, над которым совершается это действие, это значит, что это инструкция по моему переводу моего эгоизма в состояние отдачи людей. Буквально делаешь переформатировку. А над которым производится действие, это то, что есть одна сила. Я сам над собой провожу эти действия с помощью силы внутренней, которая есть в этих действиях, которая называется тура. И я сам становлюсь ее подобным. Она вмещается во мне, она меня по-другому начинает пересоединять, коммутировать вовне все желания, все намерения. И в итоге я сам становлюсь как тура. Ну вот на этом давайте на этом... На этом можно закончить. На этом можно закончить передачу. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Вот такие действия мы должны делать с вами над собой. Поэтому будьте с нами дальше, будем это изучать. До свидания, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok